всем привет друзья но я сегодня буду печь торт завтра моего сына дембель наконец-то мой солдат из армии возвращается домой наконец-то он отслужил но я сегодня буду девочки печь торт на огромный противень тортик у меня будет сегодня прямоугольный буду печь четыре коржа два коржа белых сделаю и два коржа шоколадных и для начала девочки здесь я подготовила все продукты которые нам нужны 6 яиц мука соль сахар все для нашего бисквита больше ничего не нужно нас подготовила сейчас в таз мы вбиваем 6 яиц бисквит обалденно вкусный я уже не раз пекла по этому тесту девочки бисквит бисквит воздушный пышный просто тает во рту но тортик решила сегодня приготовить большой чтобы всех накормить вкусняшкой к яйцам добавляем щепотку соли будем яйца наши сегодня взбивать соль сразу отставляю в сторонку берем миксер и будем взбивать наши яйца в течение примерно 10 минут чтобы побелела масса и увеличилась в объеме к нашим яйцам будем добавлять постепенно сахар сахар нам нужно 200 грамм 6 яиц 200 грамм сахара яйца взбили наша масса стала пышной побелела взбивала я девочки яйца сахаром ровно 10 минут что я сейчас буду делать к нашим девочки яйца добавляем постепенно муку я включила уже духовку духовка меня нагреваться будет до температуры 200 градусов наш бисквит будем выпекать в электрической духовке сюда я добавляю девочки муку ровно 150 грамм постепенно так аккуратненько сейчас будем просто перемешивать наш бисквит снизу вверх чтобы наша масса не опустилась как-то так девочки я не кондитер торты выпекать я не умею я сама учка сама учусь печь торты я никого не учу просто показываю сам процесс как это я готовлю для своей семьи как пеку торты для своей семьи ну как то так девочки мальчики наговорила вам что у меня с этого получится я даже сама не знаю но бисквит девочки пекла крем также делала на этот тортик только с другим бисквитом к этому бисквиту я делала девочки белковый крем но сегодня у меня будет шоколадно-кофейный крем как то так или кофейно-шоколадный крем вот так аккуратненько так миксер отставим в сторонку как всегда у меня здесь целый кабардак на кухне я подготовила здесь противень заселила пергаментной бумагой аккуратненько сейчас все это еще раз перемешаем чтобы хорошо мука размешалась что-то к ложкой той кушать будем надеюсь тортик вкусный получится вот так все девочки так беру ложку большую удобно противень застелила девочки вот так положила сюда немножко того сего чтобы бумага не съезжала и теперь выливаем как-то так наш бисквит видите свежая бумага много у меня самая простая обычная так будем сюда постепенно выливать наш бисквит вот этого бисквита хватает ровно на один корж на большой противень так этому убираем с бумаги и выливаем сюда наш бисквит сейчас ложечку возьму девочки делаю все сама все это сейчас вышкариваю и разровняем я сделала специально бортики чтобы потом можно было вынять хорошо наш бисквит готовый из противня сейчас будем положкать сделаю я два коржа белых и два коржа шоколадный шоколадный корж я потом вам покажу белый я вам уже показала я сейчас спеку два коржа таких одинаковых 6 яиц 200 грамм сахара щепотка соли 150 грамм муки все отставляю нас в сторонку вот это все хорошо разравниваем по противню бисквит обалденно вкусно еще раз повторюсь и буду повторять не один раз потому что это правда самый вкусный бисквит который я пробовала вот так разравниваем чтобы ровненький был девочки у меня правда неровно стоит это электрическая духовка пол неровный доме поэтому у меня коржи постоянно съезжают на одну сторону тесто я буду замешивать на бисквиты четыре раза девочки разрезать коржи я не буду так это со скребу пальцем готовлю для себя в свой рот на своей кухне вот так что я сейчас девочки буду делать и мальчики мальчики тоже смотрят мой канал шпажку возьму деревянную немножко наш бисквит туда-сюда поколожкаем и вот так поводим просто шпажкой по нашему бисквиту это для того чтобы на бисквите у нас не поднималась шапочка можно вот так вот поводить ничего страшного не будет туда мы сюда мы вводим вот так а то бывает печешь бисквит и вот такая гора на бисквите получается шапочка берем вот так вводим пузырьки выходят и бисквит наш получается ровненький вот так как вам понравилось так и наделали здесь рисунка вот так можно все девочки духовка у меня нагревается как я уже сказала до температуры 200 градусов выпекать бисквит в своей духовке я буду 20 минут ровно 20 минут выпекается бисквит в моей духовке вы же смотрите по своим духовкам так как духовка у меня большая на 85 литров поэтому все печется немножко дольше ну как то так если у вас духовки электрические или газовые маленькие бисквит печется буквально минут 15 в общем смотрите сами ну а наш бисквит я сейчас нагреется духовка поставлю выпекаться когда вы выпечется буду замешивать еще один бисквит но когда буду девочки готовить шоколадный бисквит я вам покажу как готовлю его я как то так все ну что ж друзья бисквит у меня готов выпекался он у меня ровно 18 минут вот такой у меня получился горячий я его сейчас достала из духовки противень сложу и что я сейчас буду делать сразу наш бисквит я переворачиваю на ткань постелила на стол девочки кусочек ткани отрезала старую скатерть и теперь наш бисквит сразу же девочки достаем вернее с нашего бисквита пергамент на бумагу достаем сразу пока у нас горячий как-то так аккуратненько все горячие бисквит пышный воздушный получился девочки руки трясутся колотятся посмотрите какая красота все горячие сейчас будем как-то все это но я его еще буду обрезать по форме моего противня подноса на котором я буду наш бисквит формовать тортик это так сказала когда снимаешь на камеру торопишься волнуешься переживаешь за все чтобы все хорошо получилось спешишь постоянно куда-то торопишься вот так я выняла девочки кусочек попробую съем обалденный бисквит просто воздушный тает во рту теперь наш бисквит я оставляю вот так на столе чтобы он у нас остыл но сейчас я переложу все на другой стол и буду замешивать еще один такой бисквит потом я он немножко остынет может быть сейчас покажу посмотрите какой получился у меня высоты не сильно большой как раз на тортик друзья пока печется второй белый бисквит я сейчас по быстренькому сделаю бисквит девочки шоколадный я уже сюда вбила снова 6 яиц снова сюда же добавляем щепотку соли небольшую оставляю в сторонку берем миксер и снова будем взбивать пока наши яйца не побелеет постепенно будем добавлять сюда сахар я все замешиваю девочки в одном тазу чтобы не мыть посуду красота мне здесь совершенно не нужна так яйца с сахаром взбили сюда сейчас будем постепенно добавлять муку и какао муки я беру 125 грамм когда на белый корж девочки я брала 150 грамм муки сюда на шоколадный корж нам нужно муки всего 125 грамм и 25 грамм будем сюда добавлять какао аккуратненько вот так перемешивать снизу вверх чтобы наши белки не опустились все делаем так же как и на белый корж только сюда добавляем какао ну так муку перемешала сюда девочки какао добавляю постепенно тоже будем перемешивать можно сразу все усыпать вот так и аккуратненько венчиком перемешиваем два коржа я уже спекла второй досталась духовке да девочки мальчики хотела еще сказать если вы хотите более шоколадный цвет и вкус вы можете какао сюда добавить больше но тогда муки поменьше можно добавить 100 грамм муки а 50 грамм какао или же немножко ну в общем сами смотрите по своему вкусу как вам нравится как вам нравится нравится более шоколадный цвет добавляйте больше какао но меньше муки как-то так все я перемешала спекла и шоколадный бисквит достаю также пергаментную бумагу с нашего бисквита вот такой красивый бисквит шоколадный у меня получился тоже друзья вот такой толщины но приблизительно полтора сантиметра может быть чуть поменьше с этой стороны потолще у меня получается потому что духовка у меня стоит неровно все я оставляю бисквит остужаться и девочки начала здесь взбивать яйца на последний четвертый корж ну что ж друзья коржи я испекла и пока у меня остужается последний четвертый корж мы сейчас с вами будем делать крем и для начала нам нужно замочить желатин желатина 15 грамм я беру я делаю тройную порцию крема далее 150 грамм вливаю сюда кофе девочки сделала кофе как для себя попить добавила немножко сюда сахарку я делала на пропитку это кофе взяла оттуда немножко 150 грамм кофе 15 грамм желатина размешиваем даем ему набухнуть потом поставим в микроволновку и растворим ну а пока желатин у нас набухает с вами сейчас будем делать крем крем у меня сегодня для тортика будет шоколадно-кофейный я делаю сразу тройную порцию так как тортик у меня получится сегодня большой я подготовила здесь полтора литра сливок сливки меня вот такие 33 процента жирности самые жирные взяла сейчас я подготовила здесь кастрюльку сливки наши перелью в кастрюльку повылеваю сливки я перелила в кастрюлю и теперь будем сливки наши сейчас девочки взбивать до пышной пены чтобы наши сливки увеличились в объеме как то так так девочки сливки наши взбились увеличились немножко в объеме сюда мы сейчас будем добавлять постепенно сахарную пудру 240 грамм полтора литра сливок 240 грамм с сахарной пудрой на маленькой скорости продолжаем дальше взбивать наш крем ну что ж друзья сливки с сахарной пудрой мы взбили сюда сейчас мы будем добавлять просеивать какао какао нам нужно 45 грамм обязательно просеиваем так как какао девочки может попадаться ну могут попадаться комочки как то так лучше просеять у меня какао свежее чистая комочков нет но на всякий случай я просеяла и теперь сейчас снова будем взбивать сначала вот так перемешаем чтобы наше какао нигде не разбрызгивалось и на маленьких оборотах снова будем взбивать наш крем теперь что девочки будем делать наш желатин вместе с какао я растопила в микроволновой печке он у нас уже набух я его просто поставила в микроволновую печь и немножко растопила но не доводила до кипения и растопила сейчас будем постепенно вливать наш желатин в наш крем и снова будем взбивать ну что ж друзья крем я приготовила подготовила свои коржи два коржа у меня шоколадных два коржа белых подготовила вот такой девочки поднос на этом подносе я буду формировать свой тортик и что для начала девочки буду делать отодвину крем чтобы он нам здесь не мешал отодвину наши коржи и будем формировать тортик девочки буду обрезать первый слой у меня будет шоколадный шоколадный будем обрезать делать тортик по нашей по нашему форме по нашему подносу как то так лишние кусочки мы обрежем все вам буду показывать не знаю какой длины видеоролик у меня получится мою девочки не удержалась взяла держаться не могу корошки посъедаю так пропитка пропитка у меня обычный кофе как мы любим попить кофе добавила две ложечки сахарку размешала остудила кофе заварила как то так сейчас будем наш корж пропитывать нашим кофе нашей пропиточкой как то так я делаю это ложечкой по простому можно было конечно взять и кисточку коржи будем чередовать шоколадный белый шоколадный белый чтобы тортик у нас красивый получился вот так сейчас пропитаем чтобы тортик был сочный коржи обалденно вкусные воздушные пышные мягкие девочки тают во рту так я думаю будет достаточно чтобы наши коржи не развалились достаем крем возвращаем на стол берем лопатку не знаю почему ну девочки крем у меня получился какой-то жидковат может быть он такой должен быть ну а на желатине постоит станет стабильным так наверное надо мне и ложку взять я здесь уже ложек набрала полный стол буду вот так выкладывать разравнивать и формировать в самой вкусной мире армейский дембельский тортик своему солдату сегодня мне захотелось сделать именно такой крем шоколадно-кофейный он девочки обалденно вкусный напоминает шоколадное растаявшее мороженое вот так наложим побольше крема тортик получится обалденно вкусный крема побольше добавим я уже говорила что я не кондитер я тортики пеку только для себя и то учусь так первый слой кремов я думаю будет достаточно сейчас сейчас сюда будем положить или класть белый слой нашего бисквита как-то так как-то так здесь все поприлипало конечно же ой видите так будем обрезать как-то не знаю как девочки выравнивать наш бисквит бисквит просто воздушный вот эти кусочки я потом если останется крем просто все съем как вкусно вам не передать словами так пока постою пальцы пооблизываю видите шоколадного коржа девочки вот это все посъезжала съем делаю для себя поэтому можно и поесть здесь постоять сейчас еще здесь подрежу чтобы ровненько было здесь у меня крем потек так куда-то мне деть посуды нет возьму такую тарелку хочется чтобы все красивенько было так отставлю в сторонку пока пропитываем снова наш корж так как этот корж был горячий девочки не горячий а такой тепленький я положила наверх поэтому от него немножко вот так оторвалось как-то так тортик у меня получится большой высокий наверно на килограмма 4 это точно кофе я сделала две чашки вот таких поэтому надеюсь пропитки мне должно хватить ну думаю достаточно чтобы не переборщить девочки так ложку лопатка все мешает пальцы стою облизываю с лопатки с грибу пока отложу лопатку мешает она мне о какая красота девочки посмотрите крем шикарный сейчас сейчас его сформуем украсим красиво так у меня еще девочки на один корж крема поэтому сюда можно побольше положить то что вытечет я потом обмажу бока нашим кремом ничего страшного не будет и будет красиво что у нас здесь происходит сейчас посмотрим с этой стороны навалять надо крема побольше здесь не стекает сухие бока делаю не на выставку поэтому как получается какой торт слепим такой кушать будем мои дети смотреть не будут на красоту лишь бы вкусно было везде посмазываем сразу бока чтобы было посочнее повкуснее сразу бока смазываю так крема наложили крем у меня на желатине как я уже сказала он потом застынет стабилизируется наш тортик ооо сколько крема теперь ложим снова шоколадный наш бисквит какая вкуснота вот так теперь снова обрежем где ножик уже делал будем обрезать что у нас там творится хотя бы все не повытекало ооо какая вкуснота с кремом девочки это будет объедение а я как посмотрела девочки у меня получится два видеоролика приготовление моего торта потому что уже на полчаса я вам наговорила хочется вам все показать подробнее рассказать как я тортики готовлю поэтому наболтала кучу всего больше чем на полчаса видите какой тортик у меня высокий получится а еще один корж лежит у меня вот этот корж второй мне немножко подсох поэтому я его больше пропитаю края подсохли но пропитки тоже много не надо брать потому что ваш тортик может развалиться все я думаю будет достаточно достаточного достаточного что мы что не ст в